Международная кооперация и экспорт является одним из приоритетных национальных проектов Российской Федерации. Программы поддержки, направленные на продвижение российских товаров на внешние рынки, предполагают выход на объем несырьевого экспорта в 180 миллиардов долларов к 2024 году. В рамках национального проекта Российский экспортный центр создает цифровую платформу «Мой Экспорт», которая реализует принцип одного окна. Основу платформы составляют процессы. Обмен электронными сведениями между государственными органами позволяет значительно упростить и ускорить процесс оформления заявок на госуслуги. Новые цифровые сервисы без бумажных документов, без влияния человеческого фактора. Это корень экосистемы одного окна и база взаимодействия информационных систем государственных органов. На первом этапе будут запущены самые востребованные сервисы. Таможенное декларирование и подтверждение нулевой ставки налога на добавленную стоимость. С 1 января 2021 года начнется прием заявок на получение государственной поддержки по программам компенсации затрат на транспортировку и участие в выставочных мероприятиях. В ближайшее время на платформе «Мой экспорт» появится более 20 наиболее востребованных экспортерами услуг. Информационная система «Одно окно» позволит быстро и просто получить доступ ко всем этим сервисам, исключая человеческий фактор. Теперь основное взаимодействие экспортера с ведомствами будет осуществляться под капотом системы, исключая бумагу и временные трудозатраты. В дальнейшем новые сервисы будут формироваться на основе потребностей экспортеров. Запуск цифровой платформы «Мой экспорт» стал возможен благодаря усилиям российского экспортного центра совместно с Минпромторгом, Минсельхозом, Федеральной налоговой службой, Федеральной таможенной службой, Минфином, Торгово-промышленной палатой России, Росаккредитацией, Россельхознадзором, Минздравом, Роспатентом и Росздравнадзором. Больше никаких бумажных документов. Просто займитесь экспортом. А цифровая платформа «Мой экспорт» соберет необходимые сведения и упростит процессы, сократив время получения сервисов и мер поддержки. Продолжение следует...